Началось это 30 апреля, когда мы с моим другом Яком Сойяром, эстонским гитаристом, профессором, основателем Джазовой Федерации Эстонии, мы решили организовать, мы провели 30 апреля, а решили организовать до этого, естественно, за месяц или за полтора месяца до этого, концерт, который назывался «Музыка без границ». Мы провели здесь, я играл на башне, на колодецной башне в авангварде, а я был напротив меня на полубастионе Спес в Нарвском замке. Концерт проходил в рамках международного дня джаза. Много очень было откликов прекрасных, и вот мы решили продолжить эту традицию. Концерт наш называется «Музыка двух берегов», «Джаз-клуб двух берегов». Имеется в виду, что мы здесь находимся, эстонская сторона там, и надеясь на то, что мы в следующем году будем проводить уже масштабный большой фестиваль. И вот эти два события, как события 30 апреля, так и сегодняшний концерт, служат необыкновенным, очень важным толчком для создания таких уже прям глобальных, больших проектов. А здесь сделать можно очень много всего, например, использовать две башни. Можно проводить лекции в авангваре. Здесь прекрасное место для перформанса. Можно делать пространственные перформансы, совершенно спокойно с музыкой, с танцорами. Вообще, это освоение пространства, это в последнее время тренд, в том числе европейский тренд. Мне кажется, что Ивангород достоин, более чем достоин подобный город. И даже больше. Мы теперь планируем сделать такой перформативный тур по разным местам, где есть крепости. У нас, во всяком случае, в Ленинградской области точно. Я вчера был в Карелии, позавчера в Карелии, и даже играл в камере, в тюремной камере, где сидела семья Емельяна Пугачева. Когда мы играем на сцене, в флаг, мы не расступаем еще где-то, в театральной сцене, неважно. Все-таки это сцена. А здесь... Здесь границы между сценой и зрителем нет, и это очень важно. И для нас еще важный момент, что вот мы здесь открыты, нам не надо специально оживлять себя. Вот мы сюда пришли, зрители здесь сидят, вот эти стены прекраснейшие. Мы живем здесь, понимаете, и не надо специально искусственные какие-то... В чем здесь очень естественным образом происходит, да, туда вхождение в атмосферу, потому что... Да, мы потом пошли туда, погуляли, в башню были, джимовали, фотографировались с нами. И даже потом, около страны, мы их собрали с Роман Паладу, и несмотря на то, что он уже ушел, сюда прекрасно поделось. Мне кажется, что здесь такое существо вообще очень крепкое, потому что, когда приезжаешь в так называемую провинцию, контакт с публикой гораздо быстрее и крепче складывается, чем в так называемых опять-таки столицах. Потому что так называемые столицы в какой-то степени избалованы. Да, да. А здесь люди абсолютно искренние, они слышат звук, они в него идут, понимаете? И помимо этого, конечно, очень замечательные диалоги потом после концерта. То есть оценки совершенно, так сказать, зрелых, очень образованных людей, очень глубоко. Вы знаете, когда мы с Ятом играли на Рой, мы слышали, как чайки мы отствовали, как империя вместе с нами. И ветер, все это прекрасно. Это все звуки, это все музыка. Знаете, я хотел бы всех наших читателей, всех зрителей пригласить на концерты, которые мы, и не только на наши концерты, но и, в частности, на концерты, которые мы здесь будем организовывать, вместе с музейным агентством, с посольством истории. Мы очень планируем и надеемся на то, что мы с этим еще как бы попались. Мы с этим будем проходить. По обе стороны надо. Да, в гости. Следите за наши рекламы. Здесь есть выставки, лекции, все что угодно, перформансы, как он и сказал. И это пространство уникальнейшее. Просто с замечательным директором, который любит. И вот на таких, понимаете, на таких людей, как Елена Миронова, все держится у вас с вами. Замечательно. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Удачи. Обязательно придем на следующий концерт. Отлично. Следите за реклам.